Физкульт привет, друзья и ученики! И просто случайный зритель. Вы знаете, я не очень люблю делать обзоры на людей или на какое-то либо видео, но данное видео действительно вызывает негодование, как минимум. Потому что вводит основную массу людей, новичков, среднячков, в заблуждение, противореча само себе. Большую часть ролика, говоря о бесполезности базы, не понимая на самом деле, что такое база. И в конечном итоге, говоря о том, что база необходима. Такие ролики просто вводят в ступор. Как можно не понимать того, что ты делаешь, посыл, который ты несешь зрителям? Ведь это могут посмотреть и обязательно посмотрят подростки, которые, увидя в названии канала научный, будут целиком и полностью доверять вам. Друзья, давайте постепенно разберем моменты, не все видео целиком, а только те моменты, которые действительно режут слух нормальному разбирающемуся в тренинге человеку. В качестве примера часто принято использовать так называемую «золотую тройку» – жим лежа, приседания со штангой на спине и становую тягу. Вот они, что ни на есть базовые упражнения. И если говорить непосредственно о силовых видах спорта, конкретно о пауэрлифтинге, то действительно присед, жим лежа и становая тяга будут являться базой для этого вида спорта. Но не стоит сразу же отбрасывать эту тройку, нужно держать ее в голове. Для нас, для людей, которые хотят строить свою фигуру, особенно натурально и не очень натурально, сейчас это не важно, начать свой путь действительно нужно с построения силы, силового фундамента. Я не раз уже объяснял, говорил и рассказывал и в видео, и в статьях, почему это происходит. Это будет влиять на весь ваш последующий карьерный рост, если хотите. Насколько мощным вы будете, насколько большим вы будете выглядеть, напрямую зависит на то, каким сильным вы станете на первых шагах посещения тренажерного зала. И действительно, приседания и становые тяги здесь будут играть первостепенное значение. Но не жим лежа. Да, не удивляйтесь, на первых порах пирамида, если хотите, базового тренинга, особенно для натурального атлета. А я считаю, что вообще нелепо разговаривать о натуральности и ненатуральности, когда новичок приходит тренироваться. Только полный конченый дебил начнет сразу химичить. Нормальный человек начнет разбираться, что к чему, куда, зачем. То есть, грамотно подходить к построению своего тренировочного процесса. И это относится, как вы понимаете, не только к тренировкам. К любому виду жизнедеятельности нужно подходить так. Изучить данный вопрос максимально возможно, чтобы идти пошагово, грамотно, по прямой. Не увиливать никуда в сторонку. А только увеличение вашей силы будет залогом того, что в последующем, когда вы перейдете чисто на тренинг культуристический, если вы хотите приходить чисто на, а не периодизационно тренироваться, чтобы будет более грамотно, это скажется. Потому что только дурачок не понимает, что чем вы сильнее и с чем большим весом вы работаете в конкретном упражнении, в любом, тем больше будет ваша мышца. Все остальное, естественно, будет зависеть от генетики. От того, насколько у вас высок уровень собственного тестостерона и других гормонов. И насколько организм может пользоваться этим свободным тестостероном. Итак, становое и приседание, это действительно два базовых упражнения. Для любого человека, который хочет строить свою мышечную массу. И нужно посвятить определенное количество времени отработке техники, перед тем, как нарабатывать силу. Когда вы будете нарабатывать технику, вы все свое мощное желание стать сильнее, должны вложить в следующих два упражнения, которые являются не менее важными и базовыми для нас с вами качков. Бодибилдеров, как хотите, называйте. Это брусья и подтягивания. Пока вы не одолеете в отжиманиях от брусьев, в пяти подходах, 15 повторений, нет смысла вообще сжать лёжа. Поверьте, это будет бесполезной тратой вашего времени. То же самое с подтягиваниями. Вы должны набрать пять подходов по десять повторений. В каждом из подходов. В подтягиваниях. Только тогда можно думать уже о каком-то переходе к тренингу. Серьезному тренингу на построение непосредственно мышечной массы. Просто оглянитесь, кто отжимается от брусьев, кто подтягивается. А сейчас современный мир бодибилдинга, вы знаете, я живу в Штатах, вижу лучших атлетов. Сейчас очень много профессиональных атлетов вообще любую свою тренировку, не только на спину, начинают с подтягиваний. Так что, друзья, кто бы вам что ни говорил, приседания, становая тяга, подтягивания и брусья это действительно ваша база. Построите серьезный силовой фундамент в четырех этих упражнениях, и тогда рост массы мышечной будет просто колоссальным. Не забывайте, что становая присед это в принципе, наверное, единственные два упражнения, которые целиком и полностью задействуют абсолютно все мышечные группы в нашем организме. давая мощнейший стресс, мощнейший стимул к росту общей массы тела. Теперь давайте разбираться, действительно ли они играют такую важную роль в построении мышечной массы. Разговор мы будем вести, исходя из того, что вашей главной задачей является построение мышечной массы и гармонично развитого тела. Эту оговорку сделать было совершенно необходимо, так как именно исходя из поставленных вами приоритетов и будет строиться тренировочный процесс. Вот здесь, ребята, и начинается то, о чем я вам постоянно говорю. Знания и понимание не всегда одно и то же. Можно обладать огромным количеством знаний, но не грамотно, неправильно понимать, принимать их на практике. Что мы и видим в данном конкретном моменте. Действительно, вы должны строить приоритеты. Хотите вы тренировать силу или хотите вы тренировать массу. Но только, когда пройдете первый этап тренинга. У меня есть 4 статьи, 4 видео, посвященные этому. Когда вы должны пройти уровень новичок, середнячок, то есть построить силовой фундамент, о котором мы говорили чуть раньше, и только потом думать уже о периодизации. А когда вы тренируетесь по принципу периодизации, вы тренируете и силу, и массу. Но, если вы полный новичок, приходите в зал, и вам втирают дичь, что пауэрлифтер должен тренироваться как пауэрлифтер, а качок как качок, поэтому тебе нужно начинать с изоляции, начинать нужно с тренажеров. Это полная чушь. И самая большая ошибка, которую вы можете совершить. На начальном этапе вы вообще должны забыть о изоляции. Вы вообще должны забыть обо всем на свете, кроме как построения силы. Потому что сила, повторяю, будет залогом того, насколько большим вы будете. И не забывайте, что первый год вашего тренинга самый продуктивный в плане роста силовых показателей. И именно от этого, друзья, зависит, будете ли вы тренироваться дальше. Тот, кто начинает свои тренировки с суходрочки бицепса, сжимов лёжа, практически бросают свои тренировки уже в первые занятия. Не отзанимавшись даже три месяца. Это статистика. Кто вы, суходрочер или настоящий серьёзный человек, подходящий грамотно к построению и к достижению целей? Задумайтесь об этом. Начнём мы свой разбор полётов с очень популярного упражнения жим штанги лёжа. Здесь опять, видите, подход какой. Начинаем с жима лёжа. Видно, что ребята пытаются получать знания, получать опыт. Надеюсь, что они тренируются. Но посмотрите, посыл сразу же с жима лёжа. Но правильный посыл нужно было делать, начинать свой разбор с приседов, с тяг, с брусьев и подтягиваний. И дальше мы увидим ещё ошибки, которые будем разбирать. Жим лёжа, если говорить о построении массы, действительно непосредственно может быть бесполезным. Но именно опосредованно через рост силы будет приходить рост массы. Задумайтесь об этом. Силовое упражнение такое, как жим лёжа необходимо нам с вами именно для построения силы всего плечевого комплекса, не только грудных мышц. Это будет залогом того, что вы будете сжать гантели, работать со штангой и с гантелями под наклоном, да и в изолированных упражнениях с большим весом. А чем больше вес рабочий, тем больше мышечная масса, тем больше сама мышца. Жим штанги лёжа является одним из самых бесполезных упражнений для развития грудных мышц. А вот здесь ребята говорят о том, о чём я говорю уже не первый год. Действительно, друзья, если вы хотите работать на массу, то не нужно делать горизонтальных жимов. Но не нужно их делать в тренировочный день, когда вы тренируете массу. Это упражнение оставляйте для силового дня, когда вы будете целиком и полностью развивать силу ваших мышц. Общую силу. И не забывайте, что всего 2% в мире людей, которые могут, делая жим лёжа, растить общую массу грудных мышц. Конечно, она всё равно будет, чтобы вы не говорили, но если делать те же жимы гантелей на горизонтальной скамье, мы сейчас говорим о жиме лёжа на горизонтальной скамье, то жим гантелей на горизонтальной скамье в плане роста грудных мышц гораздо эффективнее. Но если мы говорим о силе, то, конечно же, лучше будет штанга. И я думаю, не нужно объяснять. Дело в том, что классический жим лёжа на горизонтальной скамье, с учётом работы в полной амплитуде, даёт некоторый процент нагрузки на нижнюю часть грудных мышц и минимальную нагрузку на её средний участок. Но вот такое заявление вообще, честно говоря, очень сильно разочаровало меня. Потому что сейчас, в принципе, даже самый глупый школьник наверняка знает, что невозможно напрячь мышцу где-то в каком-то определённом участке. Если мышца работает, то она работает целиком и полностью. И когда вы делаете жимы лёжа, то грудная мышца работает целиком и полностью. Нельзя как-то хватом, как-то чем-то другим направить нагрузку исключительно на среднюю часть или на нижнюю часть. Мышца будет работать целиком и полностью. А то, что как у людей по-разному выглядят грудные мышцы, это вопрос генетики. И изменить её можно только увеличением общей мышечной массы. Если у вас отстаёт внутренняя часть грудных мышц, где грудные мышцы непосредственно соприкасаются, то никаким упражнением конкретно на этот участок вы не сможете воздействовать. Не поддавайтесь этим глупым бредням, друзья. Это порождение бизнес-фитнес-индустрии. Для того, чтобы персональные инструктора имели возможность более обоснованно в кавычках вытягивать из вас деньги за составление персональной программы Тейнг. Оставшаяся часть размазывается между трицепсами и передней частью дельтоидов. Кроме того, свою долю получают мышцы-стабилизаторы. И, не удивляйтесь, широчайшие мышцы. Да, действительно. И я думаю, что мало сейчас кто не знает об этом, что когда мы делаем жим штанги лёжа на горизонтальной скамье, работают не только грудные мышцы. Работает трицепс, работают широчайшие. Здесь говорится о передних дельтах. Но, кстати, чем больше будет угол скамьи, тем больше будет воздействие на передний пучок. И здесь будет немножечко несостыковочка в том, что говорят ребята. Друзья, широчайшие мышцы тоже работают. Но, это как раз таки нам и нужно, когда мы с вами строим силу. Потому, что, чем мощнее будет включаться в работу организм, тем больше стресс будет получать центральная нервная система. А центральная нервная система, если не чувствует серьезной опасности, серьезного стресса, не будет максимально работать. Соответственно, не будут включаться максимальное количество нервов. А не будет включаться, активироваться максимальное количество нервных окончаний, то не будет включаться множество мышечных волокон. Именно поэтому база лучше, чем изоляция. Да, потому что организм получает больше стресс, больше систем включается в работу, больше отдача. Это логично. Но опять-таки, используйте эти знания, понимая это, именно в построении своей тренировочной программы. Если вы новичок, тренируем только базу, только силу. Присед, тяга, подтягивания и брусья. Как грамотно составлять, у меня есть статьи и видео. Обращайте на это особое внимание. Понимайте те знания, которые вы получаете. Иначе будет каша в голове. Что, кстати, и это видео привнесло в большинство умов. Да, видео несет хороший посыл. Ребята пытаются вам что-то донести, но противоречат сами себе, о чем мы увидим в конце данного ролика. Помните, не важно, натурал вы или собираетесь в будущем стать химиком. Начните свой тренинг по строению базы. Я постоянно об этом говорю. Я постоянно буду об этом говорить. Потому что это правильно, потому что это грамотно. И что же в итоге получается? Упражнение, которое мы делаем для того, чтобы накачать грудные мышцы, дает нагрузку на их нижний отдел. И практически не затрагивает средний и верхний отдел грудных мышц. А в итоге получается, что действительно, только глупый человек сейчас пытается сжать штамбу на горизонтальной скамье для того, чтобы развить массу грудных мышц. Нет, друзья, это упражнение нам просто необходимо для того, чтобы развить силу. За силой придет масса. Естественно, уже после тех упражнений, которые мы будем делать непосредственно для роста этой массы. И то, что, повторяю, жим лежа или какое-то другое упражнение, включает в себя определенный участок той или иной мышцы, это чушь, друзья. Мышца всегда работает по принципу все или ничего. То есть напрягается целиком. В плане построения гармоничных грудных мышц классический жим штанги на горизонтальной скамье однозначно проигрывает таким упражнениям, как жимы той же штанги или гантель на скамье с наклоном порядка 30-45 градусов. Здесь не поспоришь, о чем я уже и говорил. Для начала наращиваем силу для того, чтобы работать в массонаборных упражнениях с более тяжелым отягощением, что, естественно, приведет к большему стрессу, к большей отдаче организма и к большему росту мышечной массы. По-моему, это логично, как дважды два. И в заключение хочу сказать еще одно. Здесь тоже приводился пример, как Арнольд Шварценеггер, его грудные мышцы. Одни из лучших грудных мышц. С этим вряд ли кто поспорит. Так вот, друзья, о чем говорит Арнольд постоянно? И в статьях, и в видео. Но почему-то этого не замечают, это игнорируют, делая упор непосредственно на жимы, на кроссоверы, что совершенно смешно, особенно если говорить о кроссоверах. Друзья, Арнольд накачал свои грудные мышцы преимущественно отжиманиями от брусьев, о чем он, в принципе, и говорит. О чем я пытаюсь вам постоянно донести. Если выбирать вообще между упражнениями, то лучшим для грудных мышц будут отжимания от брусьев, потому что они будут задействовать действительно грудь целиком и полностью. Не только вверх и низ, а целиком и полностью будет прокачиваться вся грудная мышца. Если грамотно делать, то ваши грудные мышцы будут просто шикарными. Не верите? Посмотрите на гимнастов. Большинство гимнастов штангу-то никогда и не жмет. Но посмотрите на их грудные мышцы. А посмотрите на их трицепсы. Много ли среди вас людей, которые могут похвастаться такими же? Задумайтесь об этом. Переходим к приседаниям. Перешли к приседаниям. И к моему великому сожалению, поставили его на второе место, хотя должны были поставить как минимум на первое, либо второе, но после становой тяги. Почему? Объяснять не нужно. Я объяснял это уже миллион раз. Кому интересно, найдите мои статьи, найдите мои видеоролики на эту тему. Мы видим о том, о чем говорят ребята. И понимаем, что нет понимания. Честно говоря, я сам был такой же. У меня ноги всегда были большие. Спасибо отцу, который всю жизнь занимался велоспортом. И они мне генетически перешли. И первые 5-6 лет я просто ненавидел приседания, но любил становую тягу, потому что у меня перло там просто дуром. Я пришел, когда первый раз попробовал делать тягу, я сразу же сделал, что-то около 7-8 раз со 150 килограммами. И потом в течение полутора лет я тянул уже 200-205, не используя фармакологию. Друзья, приседы, и о чем говорит, кстати, всеми нами любимый и уважаемый Арнольд Шварценеггер, это то упражнение, которое позволяет вам развивать абсолютно все мышцы. Что бы вы ни думали. Недавно разговаривал с моим другом и тренером Густаво Баддовом. Кто не знает, человек два раза в своей жизни приходил третьим на Мистер Олимпия. Много ли среди вас таких знакомых, не говоря уже о друзьях. Мы с ним постоянно дискутируем на различные темы. И я всегда заостряю внимание на таких острых моментах. Спрашивая его, как он смог среди таких монстров, среди таких просто корифеев бодибилдинга приходить, попадать в призовую тройку. И всегда одним из первых, о чем говорит Густаво, это приседания. Он говорит, что приседания это то, что дало ему возможность реально взорвать свои мышцы. Причем говорил о мышцах грудных, дельтоидах, руках. Потому что приседания создает мощнейший, ни с чем не сравнимый стимул. Наш организм, и обратите внимание, даже у химиков, создает его настолько мощно, что потенциал взрывается внутри нас. Мы становимся больше. Мы просто реально растем. Арнольд постоянно говорил об этом. Посмотрите, почитайте. И вы убедитесь, что приседания просто крайне необходимы. Оно создаст вам мощный костяк. Оно заложит в вас фундамент базы, который вы будете потом использовать. Понимаете, сначала нужно накопить потенциал, чтобы потом получать с него свои дивиденды. Думайте всегда головой, друзья. Идите грамотно. Не смотрите на большинство людей, которые тренируются, драча свои бицепсы, делая огромное количество жимов лежа. И не думая совершенно о приседах, о тягах, о подтягиваниях и о брусьях. Эти дебилы не должны быть вам примером. Примером для вас должны быть люди, достигшие определенного успеха и делящиеся с вами своими знаниями. Только тогда вы сможете грамотно построить свой план тренинга. А план тренинга, в принципе, для всех должен быть одинаковым. Построение силы, затем переход на периодизацию, продолжать развивать силу, включая в себя, в свой процесс, тренинг на все типы мышечных волокон. Друзья, это база. И база не с точки зрения того, что фундаментально. Это база с точки зрения познания и того, как сможете высоко выподняться по лестнице в плане построения как силы, так и массы. Переходим к становой тяге. Если не считать старину Ронни, то, как часто вы видели, просматривая тренировки профи, чтобы они выполняли это движение? Ну, потому Ронни выигрывал 8 раз. Нет, он выигрывал 8 раз, потому что, во-первых, обладает чудовищной генетикой, а во-вторых, нечеловеческой целеустремленностью, которая дала ему возможность ежедневно преодолевать себя, стерев его бедренные суставы в порошок. Вот здесь категорически не согласен. И не я, а практика показывает, что самые мощные, самые крупные бодибилдеры были настолько же сильными и делали становую тягу. И да, Ронни Коллиман настолько огромен именно потому, что он делал становую тягу. Говорим часто о том, что он стер свои бедренные суставы. Друзья, но вы почему-то не говорите о том, потому что не знаете, что у чернокожих людей это самая проблемная зона. И Коллиману нужно поставить памятник за то, что он так долго и так качественно тренировался, практически не получая травм. То, что его суставы стерлись, это закономерно. И в принципе, становая тяга здесь не играла большой роли. Хотя сказала, конечно же, свое слово. Говорим о генетике. Кто из вас знает, сколько лет Коллиман был аутсайдером? Если говорить о такой шикарной генетике, он должен был сразу, конечно же, быть чемпионом, выигрывать, побеждать. Но нет, несмотря на то, что его руки были за 45 сантиметров еще до того, как он пришел в метрофлекс, несмотря на то, что он действительно генетический уникум, монстр, которых вообще, наверное, единицы на всей планете, Коллиман также шел к своей цели, как никто к другой. Он мог давно бросить бодибилдинг, как это сделали другие. Но нет, Коллиман продолжал долбить, долбить своей настойчивостью, своей силой. А, золотая эра бодибилдинга, все мы любим о ней говорить. Так вот, друзья, практически абсолютное большинство в золотую эру бодибилдинга соревновалось не только по соревнованиям на бодибилдинге, но и выступало на соревнованиях по пауэрлифтингу. Некоторые даже умудрялись выступать и в силовом экстриме. Друзья, лучший друг Арнольда, Франко, был невероятно силен. Посмотрите на его спину. Посмотрите на спину Дориана. Посмотрите на спину Коллимана. Посмотрите на людей, у кого действительно самая огромная спина. Если вы думаете, что вы можете сделать это без становой тяги, вы просто полный даун. Извините, дауны, потому что нельзя так говорить о людях. А другого слова сложно здесь подобрать. Неужели вы не понимаете, что только по-настоящему космическая сила дает космические мышцы? Это мы видим даже на химиках. Конечно, можно говорить о дозировках. И дозировки действительно влияют на то, кто насколько огромен. Но грамотный тренинг, силовой тренинг, всегда будет преимущественным по отношению к изоляции. Изоляция тоже нужна. Но она должна быть минимальной. Я вижу учеников Густава Бадала. Те, кто продолжают тренироваться со штангой и гантелями практически до последних дней перед выходом на сцену, выглядят гораздо лучше и эффективнее, чем те, кто тренируется, пересаживается в тренажеры. Я вам скажу, среди моих друзей и знакомых очень много людей, которые используют фармакологию и тренируются в тренажерах. Да, это просто. Это кайфно. Но, друзья, это не одно и то же, как любить ворочать железки. И все то, что придумано о том, что база не нужна, что присед, что тяга, бесполезные движения, придуманы вот этими моральными дрыщами, которые не хотят пахать, которые, идя в зал, думают о том, чтобы сожрать, чтобы уколоть. Друзья, нужно любить ворочать железки. Не важно, употребляете ли вы фарму или нет. Мне не важно, употребляю я фармакологию или нет. Я всегда пашу, я всегда люблю ворочать это железо. Я даже сейчас, хотя мне нельзя, у меня разорванные ротаторные манжеты плеча, нет-нет, но делаю тягу. Я постоянно приседаю, несмотря на свои проблемы с позвоночником. Конечно, многие кричат о том, что я не доседаю, но попробуйте хотя бы так, как я, не доседать. С таким же весом. Тогда я, возможно, прислушиваюсь к вашему мнению. Друзья, повторяю, прошу вас, думайте головой. Понимайте, что не можно накачаться, извините, невозможно накачаться без базы, особенно если вы на турок. Становую тягу Коллиман делал потому, что имел спортивное прошлое, в котором он выступал на соревнованиях по пауэрлифтингу и, по словам его старых друзей, уже тогда имел колоссальные бедра. Причем его оппоненты, которые поднимали те же самые веса, обладали куда более скромной мышечной массой. Да, действительно, оппоненты Коллимана по времену, когда он выступал в пауэрлифтинге, не были настолько массивными в плане мышечной массы. Но это говорит только о том, что у чернокожих людей, а я вижу их здесь очень много, изначально мышечная масса больше, чем у белых. Некоторые черные вообще не качают руки, и они огромные. У меня есть друзья, которые тренируют руки раз в месяц, а то и реже. И плачут о том, что они у него такие огромные, потому что ему приходится подтягивать дельты, спину, грудные, а это невозможно. И не забывайте о том, что Коллиман все равно подкачивался, когда занимался пауэрлифтингом. А многие лифтеры вообще не рассматривают свое тело с точки зрения эстетики. Только с точки зрения эффективности. Им все равно, как они выглядят. Не нужно путать хер с пальцем. Если же рассматривать становую тягу с точки зрения бодибилдинга, то оно вырывает пальму первенства бесполезных упражнений, у жима лежа на горизонтальной скамье и классических приседаний. Запомните вот эту тупую фразу, вот это высказывание, которое на самом деле губит этот ролик, потому что в конце они будут говорить совершенно другое. Друзья, ну как можно не понимать, что становая – это, наверное, одно из лучших упражнений. И оно как раз таки держит пальму первенства с приседаниями для всех тех, кто тренируется с железом. Не важно ради силы или ради массы. И если вы ставите своей целью только рост мышечной массы, эстетику, то присед и становая, подтягивания и брусья должны быть вашим приоритетом. Всегда, особенно на начальном этапе тренинга. Почему я об этом уже рассказывал. Чем хороша становая тяга для натурального бодибилдера? Может быть тем, что создает чудовищную нагрузку на разгибатели спины? Вроде бы нет. Может быть тем, что забирает совершенно все силы и является наиболее сложным с технической точки зрения движением? Тоже нет. Тогда, наверное, тем, что за счет работы с большими весами создается высокий выброс гормонов, и уже это позволяет вам хорошо расти. Не верите нам? Сдайте тесты на гормоны до тренировки. Второй тест после своей обычной тренировки. И третий тест после тренировки, на которой вы выполняли становую тягу. Если вы заметите разницу между показателями гормонального фона, то эта разница будет... Это самый распространенный и любимый бред, который предлагают вам сделать. Друзья, любой грамотный человек знает, что уже на 50-й минуте силового тренинга уровень анаборических гормонов будет падать. Какой смысл вообще делать, сдавать анализы, когда у вас уровень гормонов все равно упал? И действительно неважно, чем вы занимались там, ворочая железки. Если делать грамотные, серьезные исследования, то вы никогда этого не сделаете. Во-первых, вам нужно привезти лабораторию или привезти тренажерный зал в лабораторию. Потому что нужно будет сделать пару подходиков, тяжелых приседаний, и сразу же сдать анализы на гормоны. Кто когда такое сделает? Никто никогда. Это в принципе практически нереально. Да и зачем, если мы знаем, что после силового тренинга выбрасывается большее количество анаборических гормонов, таких как тестостерон. Если говорить о том, что делать больше упражнения в количестве повторений, то все мы знаем, что больше выбрасывается гормона роста. Но повторяюсь, что выбросы гормонов любых в нашем организме имеют волнообразный скачковый характер. Основной пик выработки гормона роста, если вы не пожрали на ночь, это через 2 часа после засыпания, и к утру он понижается, а утром как раз таки наоборот повышается тестостерон. Но запомните, когда вам говорит какой-то очередной умник, как бы ни назывался его канал, о том, что иди сдай анализы после тренировки, то это говорит о том, что этот человек вообще ничего не понимает в биохимии. И в том, как, когда выбрасываются гормоны. Как можно вообще слушать советы такого человека, который не понимает, о чем говорит, и который в одном видеоролике постоянно противоречит сам себе. Ведь здравомыслящий зритель, посмотря этот ролик, не поймет ничего. С одной стороны, говорят, что не нужно ничего делать из базы. Это бесполезно, беспонтово, глупо. А с другой стороны, в конце скажут, что база действительно создает мощный стресс для роста мышечной массы. Где логика? В чем смысл данного ролика? Не хочется беситься, друзья. И это не бесит, это вызывает только улыбку. И лишний раз показывает, что на российском ютюбе большинство зрителей, извините меня, дети, либо безграмотные. Кто и что популярно у нас на ютюбе? Не хочется даже это комментировать. Грамотные люди, такие как Лисуков, такие как Федоров, которые могут вам преподнести действительно информацию из тех людей, с кем я общался лично, ихнии мысли, ихнии знания. Посмотрите на количество их просмотров. И посмотрите на количество просмотров различных дебилов, называющих свои каналы с приставкой научной, исследования, на то, как они выглядят, на то, что они вам говорят и что советуют. И подумайте, сопоставьте, не нужно быть большим мозгом обладать, чтобы понять, увидеть все эти очевидные вещи. Ходите закачать поясницу, делайте гиперэкстензию. Делайте гиперэкстензию. Друзья, гиперэкстензия это когда корпус закреплен, двигаются ноги. И в первую очередь это упражнение нужно для того, чтобы была декомпрессия в поясничном отделе позвоночника. Потому что все остальные движения, да и в принципе жизнедеятельность создает только компрессию. Это упражнение, этот станок гиперэкстензия придумал, создал, сделал великий Луи Симмонс, пауэрлифтер с мировым именем, который поставил очень много мировых рекордов. Получил серьезнейшую травму, сел в инвалидное кресло. Врачи сказали, что он никогда больше не сможет ходить. Человек не согласился с мнением врачей, думал, создал тренажер, работал в нем, научился ходить. И, друзья, задумайтесь, не только научился ходить, вернулся к тренировкам, вернулся в большой спорт и установил еще новые мировые рекорды. вписав свое имя в аналог истории, но, раз, два, три, вписав свое имя в скрижале истории, но, друзья, дело даже не в этом. Дело в силе воли, в силе духа и в понимании процессов, которые протекают в нашем организме. То, о чем говорится в видео и о чем говорит большинство русскоязычного ютюба в плане, называя упражнения гиперэкстензия, на самом деле экстензии спины. И они действительно помогают, а их есть аж четыре вида, их нужно обязательно делать в каждой своей тренировке в виде разминки. А гиперэкстензии необходимо делать в конце тренировки. Даже если у вас нет тренажера, можно делать гиперэкстензии, используя подручные средства. Мои ученики делают это, присылают мне видео, кто как изгаляется как может. В хорошем смысле этого слова. За что им огромное. Становая тяга не позволит вам нарастить большие мышцы. Вот мы и разобрали золотую тройку. А если говорить о том, что становая тяга не даст вам ничего в плане роста мышечной массы, то это значит не понимать вообще ничего. Потому что если вы будете делать становую тягу и постоянно будете наращивать веса, тренируясь натурально, но другой человек придет будет тянуть блоки, то вы будете и мощнее, и сильнее, и больше не только в спине, но и вообще всем телом. Это факт, который я уже не раз видел вживую. Означает ли это то, что мы против базовых упражнений как таковых? Конечно, нет. Мы пытаемся донести до вас понимание того, что необходимо четко расставлять приоритеты и в зависимости от них составлять тренировочную программу. Странные у вас друзья достижения целей. Говорить абсолютно нелогические вещи, опровергать видео самих себя и при этом пытаться донести какие-то знания. Нужно сначала разобраться, что для чего необходимо делать. Нужно понимать, что в натуральном бодибилдинге масса приходит только за силой. Если вы не будете постоянно увеличивать силу, то у вас не будет и роста мышечной массы. И что может быть лучше, скажите мне, пожалуйста, если вы посмотрите этот ролик, я все равно с уважением отношусь к вашему каналу, как наращивать силу, если не делать базу. Если уж вашей целью является наращивание мышечной массы, для того, чтобы вылепить эстетичную и гармонично развитую фигуру, то используйте специально предназначенные для этого инструменты. Да, друзья, с дуру можно и хер сломать. И знания, повторяюсь, не дают вам понимания. Найдите, примите понимание в любом деле, которым вы занимаетесь, и тогда придет вам успех. Полюбите это дело, а то, что изоляция может быть лучше базы в плане построения массы, просто бред. А вот, и кульминация. Как объясните, вы можете говорить эти слова, которые вы сейчас услышите, друзья, после всего и того, всей той чуши и бреда, который вы рассказали ранее. Как может быть подписчики или просто случайный зритель, кто посмотрел ролик ребят на канале, кто посмотрел мой обзор на этот ролик, объяснит мне, может быть, я действительно чего-то не понимаю, как можно говорить о том, что база, присед, тяга совершенно бесполезны, обсирать, унижать эти упражнения абсолютно необоснованно. После этого говорить такие слова. Давайте послушаем. Несмотря на то, что базовые упражнения многие недолюбливают именно из-за того, что выполнять их действительно чертовски тяжело, и при нарушении техники они становятся травмоопасными. Но именно за счет комплексного воздействия на несколько мышечных групп разом они позволяют создать ни с чем не сравнимый тренировочный стресс, который обязательно заставит организм откликнуться ростом. Ну что, друзья, есть у кого-то здравомыслие и логика? Объясните мне, что было до этих слов? О чем вообще был ролик? Если в конце говорится совершенно противоположное. Взрывается просто мозг у тех, у кого он есть. Если вы не будете делать базовые упражнения и ограничитесь одной изоляцией, то никогда не сможете проработать 640 мышц, которые имеются в нашем теле. Общий тренировочный стресс будет значительно меньше. Вы будете откровенно недорабатывать. А это означает меньше мышцы, больше жира. Чем больше жира, тем ниже уровень тестостерона и тем больше нагрузка на сердечно-сосудистую систему. А здесь действительно верно. Чем больше жира, тем меньше тестостерона, тем сложнее растить мышцы. Чем больше мышц, тем меньше жира, тем он медленнее накапливается и тем легче вам живется. Но, друзья, не забывайте, те, кто стремится к огромным мышечным объемам, для организма неважно, чем обусловлен ваш лишний вес, жиром или мышцами, и то и другое одинаково перегружает сердечно-сосудистую систему. Я не буду говорить, что лучше много мышц или много жира, думаю, здесь очевидно, но чрезмерно много всегда несет в себе определенную опасность. Думайте об этом всегда, когда что-либо делаете или что-либо собираетесь сделать. Помните о том, что если вы чего-то боитесь, не делайте. Если вы что-то делаете, не бойтесь. Мы с вами понимаем, мы с вами грамотные, образованные люди, имеющие логическое мышление, что на начальном этапе тренинга изоляция вообще не нужна. Вообще. На начальном этапе тренинга, даже если он будет у вас протекать полтора-два года, нужно посвятить отработке техники в приседах и тяге, в наработке силовой базы в этих упражнениях, в увеличении количества подтягиваний на турнике и отжиманиях от брусьев, и вокруг этой базы дальше строить свой тренировочный процесс, используя метод периодизации. Не забывая о том, что для нас с вами лучшей классикацией мышц, мышечных волокон является та, которая перечисляет гликолитические, окислительные и промежуточные мышечные волокна. Все они требуют определенной степени тренировки, определенной степени подготовленности. Все их необходимо развивать. Качество в каждом из типов мышечных волокон. А все они тренируются по-разному. И об этом нужно помнить. У меня есть об этом огромное количество роликов, статей. Заходите на мой сайт hmgym.ru. У кого нет возможности, времени заниматься, изучать все это, можете вступить в мою закрытую платную группу. Всего сейчас за 250 долларов. Кто-то скажет, что это огромная сумма. Но, друзья, это разовый взнос, и вы пожизненно, каждую неделю получаете программу тренинга, основанную на принципе циклирования, периодизации, как раз-таки базирующейся на различном типе мышечных волокон. Где вы будете тренировать все типы мышечных волокон. И на силу, и на массу, и на выносливость. Множество различных тренировочных программ. Повторяюсь, эта группа не для новичков. Для новичков у меня абсолютно бесплатно. Есть статьи, видеоролики, как тренироваться. А недавно вышла книга, которая стоит меньше 500 рублей. Наберите в гугле. Ступени натурального бодибилдинга или факт фитнес. Обязательно купите ее, почитайте. Если вы интересуетесь бодибилдингом, не важно, на каком этапе вы находитесь, она будет вам полезна. В ней есть эксклюзив от меня, конкретно где вы больше ни у других не встретите. Парочку мыслей, которые родились именно в моей пустой голове. И я делюсь с вами квинтэнсенцией всех своих теоретических и практических знаний. Особенно книга будет полезна для новичков и середнячков. Друзья, не судите строго. Я попытался разложить данный видеоролик, потому что сам хотел это. И, в принципе, вы меня очень много просили об этом в личку. Увидимся, как всегда, в тренажерном зале. Всем сухой мышечной массы и силы без травм. Друзья, не пропустите. Я уже выпустил ролики и статьи с нормативами, с тестами, когда переходить с уровня новичка-середнячка на продвинутый уровень и начинать тренироваться по принципу периодизации. Отдельно статьи и видео для парней, отдельно статья и видео для девушек. Обязательно изучите их, проверьте свои знания, проверьте свои силы. Чтобы каждый ваш шаг был на ступеньку выше. Чтобы вы не скатывались назад, не топтались на месте, только развивались, только двигались вперед, сохраняя и улучшая при этом свое физическое здоровье. Вступая в мою закрытую группу профессиональных тренировок, на каждую новую неделю я выкладываю тренинг, как раз таки рассчитанный на циклирование, периодизацию на все типы мышечных волок. И тебе не нужно тратить время, просто заходишь в начале недели, открываешь график и на следующую неделю у тебя полностью целиком расписан тренинг, тренировки по дням, по упражнениям, по количеству подходов, повторений и все, что с этим связано. Заплатить за группу нужно, за вступление в группу, но ты платишь всего один раз. В группе нас уже 140 человек, нет ни одного недовольного. Так что делай свой выбор. Если есть время и желание развиваться, изучать все это, то все есть на моем сайте. Если нет, то просто вступай в мою закрытую группу. Увидимся, друзья, как всегда, в тренажерном зале. Не забывайте поделиться данным роликом со своими друзьями. Всем пока. Сухой мышечной массой и силой без травм. Сухой мышечной массой и силой без травм. Сухой мышечной массой и силой без травм.